Меня зовут Надежда Воронина, я искусствовед. Я родилась, выросла в Петербурге. Там я получила образование, потом я переехала в Мюнхен. Здесь я его тоже получила, свое искусствоведческое. И четыре года я уже живу здесь, занимаюсь наукой. Я расскажу вам про русских художников в Мюнхене. Тема эта очень интересная на самом деле. Я ей здесь начала заниматься. На первый взгляд она кажется, наверное, такой немножко одним кондинским измеряется. В принципе, он действительно главная фигура сегодняшнего сообщения. В Мюнхен русские художники выбрали свое время потому, что Париж был для них слишком крут. В Париже было сложно, в Париже было в конце девятнадцатого века, уже даже импрессионизм закончился. И уже существовали такие движения, как постимпрессионизм, символизм. Русские художники, которые учились в Академии художеств в Санкт-Петербурге в Москве, они искали для себя какой-то возможности получить дополнительное образование. Потому что московская, в особенности петербургская система образования, в тот момент их не устраивала. Они должны были писать картины, совершенно устаревшие морально, на исторические античные сюжеты. И даже если давалась какая-то определенная свобода, их не устраивала сама система преподавания. Им было скучно, это было слабо, и это было действительно так. Поэтому постепенно они начинают съезжаться в Мюнхен. Сначала в Мюнхен приезжает Игорь Грабарь. Может быть, вы знаете, есть такой теоретик, историк, искусство и живописец. Он как раз в 1896 году приезжает в Мюнхен из Петербурга. Попадает в эту школу Антон Ашбе, находился на ноге Оргенстрассе. Это была частная рисовальная школа. Частная потому, что туда набирались студенты, которые не попали по тому или иному поводу в Академию художников. Может быть, они не устраивали профессуры, может быть, они казались слишком смелыми. Он их брал к себе. Это словенец Антон Ашбе. Он организовал такие рисовальные классы. Он был блестящий педагог. Он был настолько талантливый педагог, что этот талант его даже затмил, его как художника. Грабарь по слухам узнает, что это хорошая школа, попадает в нее. После этого пишет письмо в Петербург, в котором обращается к Алексею Явленскому. Я думаю, вы знаете Алексея Явленского. Он висит в Ленбаххаузе. Он приехал сюда с Марианной фон Веревкин. Пишет им, что здесь все классно, можно приезжать. Он в своих письмах, в своих воспоминаниях постоянно описывает мюнхенскую жизнь. Дневники эти, изданные на русском языке, их читать очень интересно. Там, например, описывается фашинг, октоберфест и так далее. И вообще атмосфера Мюнхена в конце 19 века. Нам, сегодняшним жителям Мюнхена, это очень интересно, потому что мы узнаем конкретные адреса, там даются все явки, пароли. И описывается Швабенко как нечто совершенно фантастическое, где каждый ходит с палитрой, там, я не знаю, с бутылкой. Он так и пишет. Ну, если не с палитрой, то с бутылкой. Или хотя бы танцуют, или философствуют. И вот такая атмосфера, которую сегодня, может быть, только отчасти можно представить в районе университета. Ажбе очень полюбил Грабаря, потому что тот был тоже талантливый рисовальщик и художник. Но достаточно классический юноша. Поэтому они так сработались. Ажбе даже предлагал ему стать партнером и открыть новую рисовальную школу, увеличить ее, расширить. Они даже открыли класс Мальвайбен, как мы можем перевести, рисовальные бабы, куда допускались женщины. Потому что это была редкость. В общем, Грабарь почти был готов принять это предложение, но Ажбе не своевременно умирает. Тем не менее, посмотрите на работы Грабаря. Это портрет Грабаря, кисти другого художника. Это только работал Грабарь в конце 19 века. Для Петербурга это достаточно хорошая, смелая, под стать французским постимпрессионистом живопись. Когда мы говорим про Грабаря, нужно сказать о том, что он все-таки зацисковал очень сильно по России. Перед ним решение вернуться. Буквально в начале 20 века вернулся, а дальше уже и не выехал. Его затянула вся эта история. Он потом стал таким крепким советским автором, который написал 12-томную историю русского советского искусства, в которой обругал всех своих товарищей. Кандинского, Явленского, и все они были неумехи. И так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, интересный эпизод. Появляется в этой школе однажды Кандинский. Но никто не знал, что это он. А Грабарь со своим другом Кордовским любили, пока натура отдыхала от позирования. Давать этим новопришедшим ученикам смешные имена. Увидели Кандинского и говорят, а это московский магистрант. Так им по внешности показалось. Потом они услышали у него, как они пишут впоследствии, ярко выраженный восточный акцент в его немецком языке. Подошли, разговорились. Казалось, действительно, московский магистрант. Откуда? С юридического факультета. Что ты здесь делаешь? Ну вот юридическое. Мне эта жизнь надоела. Приехал учиться живописи. Потом он пишет в этом своем письме. Он это подробно описывает в своем письме к своему брату. Этот странный вообще чудак совершенно ничего не умеет. Кисть в руках держать не умеет. И вообще самое малейшее представление имеет о сегодняшних современных течениях в искусстве. Но Кандинский, кстати, в эту компанию действительно не вполне вписывает. И здесь у нас Мариана Веревкина, Грабарь, Евленский, Антон Ашбе. Из важных. Кандинский не вписывается. Ему скучно. Ему вот эта классическая рисовальная школа как-то немножко тесна. И он пишет тоже в своих воспоминаниях, что он при каждой возможности убегает в швабинг на природу пописать с натуры. И уже в тот момент он пишет размашисто, жирно, очень ярко. Чем, наверное, приводит их в некоторые недоразумения. Ну а они продолжают вести такой интересный, как мы сегодня сказали, буржуазный образ жизни. Веревкина, Евленский, Незнакомого, Сахаров. Сахаров, вот если что, сложно понять, но это очень заметный танцовщик того времени, такая декадентная фигура. Он, кстати, это его супруга, просто чтобы вы поняли. Он наряжался, это, кстати, они на фашинг собираются. А Веревкина была очень богатой девушкой. Она жила в Петербурге, и отец ее был комендантом Петропавловской крепости. Это какая-то была высоченная должность. У них с Евленским завязался роман. Ну как-то все не склеивалось, все-таки папа, там, и это студентство какое-то. Но отец умирает. Ей назначают пенсию 60 тысяч рублей в год. Это огромные деньги. Грабарь здесь выживал на 75 рублей в месяц. И ненормально выживал. Если у нее 60 тысяч рублей в год, то если чуть-чуть споставить, она просто центр этой вселенной. Она так и делает. Они решают ехать в Мюнхен. Юленского свою любовь она берет с собой. Но так как она считает, что у гения все должно быть при нем, она берет еще служанку, чтобы готовить. И позировать, если что, незнакомого. Она вот. У Евленского с незнакомого складывается роман. Потом он уезжает в Россию. Возвращается оттуда с каким-то мальчиком, которого всем представляют через несколько лет как племянника. Потом они так и живут в общем какой-то такой дружной компании. И у Веревкина всегда гений на первом месте. И, кстати говоря, в итоге она свое творчество так и немножко и отставила в сторону. И посвятила свою жизнь выпистованию этого гения. Евленский действительно был гениальный художник. Хотя тот самый Грабарь, которым я вам говорила, ругал его. Он говорил, что Евленский всеяден и пропускает через себя все явления искусства одно за другим. И импрессионизм, и фавизм, и абстракцию. На самом деле, Евленский, просто приехав в Мюнхен, понял, что ничего-то он не знает практически о современном искусстве. Ничего не умеет. И ему нужно срочно-срочно все это наверстывать. Вы видите по этой эволюции его творчество. От очень такого вполне импрессионистического портрета. Все на женских портретах. До портрета в стиле Матисс. Можно сказать, как фавист. И до таких называемых медитаций, которые Евленский создавал уже в последние годы своей жизни. Он был тяжело больным человеком. У него был артрит. В ту пору это плохо лечилось. Его потерзали страшные боли. Он лежал, руки плохо слушались. И в качестве вот этого выражения своей боли он создавал так называемые медитации. Их он создал около полутора тысяч. А Кандинский, который, как я уже сказала, не вписывался в эту атмосферу. Еще до того, как приехать в Мюнхен, он попал на север. Поскольку он был юристом, вообще все богатые мальчики из купеческих семей полагалось идти на юридический факультет. Полагалось идти в то, что сегодня называется МГУ или СПБГУ, но юридический. И Горобаль, кстати, тоже там учился в свое время, только сбежал. Кандинский был талантлив. Он, кстати, был талантлив во всем. И ему надоела тоже эта юриспруденция. В итоге только потом он попал в магистратуре, уже будучи московским магистрантом, на север в экспедицию, где он должен изучать остатки деревенского права. Как женились, как разводились, что в церкви, что, ну, деревенское право, как оно есть. Ну, в общем, он пишет в своих дневниках, что как только он вошел в одну из избок, где он сделал последствий эту зарисовку, он почувствовал, что он вошел внутрь живописи, и живопись обступила его. Это прямая цитата. И вот так потрясло то, что он увидел внутри, что он понял именно там, в этой экспедиции, что искусство — это его призвание, и больше ничто иное. Здесь он описывает, ну, как бы рассказывает нам о том, как он увидел эту деревенскую жизнь такими пятнами цвета, такими лаконичными формами людьми, которые как одна группа воспринимаются коленопреклоненными перед так называемым красным углом. Сегодня я об этом не расскажу подробно, но когда первый раз в 1915 году выставлялся черный квадрат Малевича в Петрограде на выставке 010, то Малевич повесил его ровно в угол, так как располагается в русской избе красный угол. Для него это тоже было определенное значение. Итак, Кандинский. Он настолько впечатлен древнерусской культурой, руссконародной культурой и искусством, что он начинает ее коллекционировать. Он покупает лубок. Посмотрите, он сидит у себя в мастерской. Перед ним его коллекция. Всевозможные лубки и иконы. Заказывает разным собирателям, они ездят по деревням и выкупают в крестьянство ценные вещи. Это было время расцвета, когда собирались коллекции искусства. Заказывает у них «Купи мне, пожалуйста, это, найди мне, пожалуйста, то». Очень просят найти ему всевозможные сюжеты о Георгии Победоносце, всевозможные русские сказания, «Финист, птица финист» и так далее и тому подобное. Вот это поближе. Да, Георгий Победоносец для него играет особое значение, потому что для него это аллегория борьбы зла и добра. Этот образ писатника, он проносит через все свое творчество. Смотрите, Кандинский известный абстракционист считает, что он отец абстракции вообще. Эту картину он написал, например, позже, чем эту. И та, и другая называется «Святой Георгий». Здесь вы узнаете этот образ. Не в ту сторону пошло, теперь в ту. Да. Диагональ копья и колорит угадываются в этой работе. Для него база древнерусского искусства была такая мощная, что она наложила отпечаток на все его творчество вообще. Ну а немного ранее я пробежалась по слайдам, которые свидетельствуют о том, как мотив русский народный, такой обобщенный, какой-то очень такой генерализованный, крупновзятый, он повторяет его всегда, потому что для него была очень важна Москва. Он очень любил свет, да? Свет нельзя, да, хорошо. Он очень любил Москву, и Мюнхен он потом тоже полюбил. Еще для него были важны лошади и всадники, потому что, когда он был маленьким мальчиком, он все время вырезал лошадок. Потом он сказал, что когда он приехал в Мюнхен, он увидел на улицах буланную лошадку, она шла, и он написал в своих воспоминаниях, что образ этой лошади, он всегда связал его сердце с Мюнхеном и сделал Мюнхен его вторым домом. Потом он, кстати, говорил, что он любил всадников, а Францмарк, французский, правда, он немецкий художник-эксперсионист, любил лошадей. Так они решили и создали группу Blauerreiter. Итак, что касается Кандинского. Да, что касается Лубка, опять-таки, то, что он собирает, это, в общем-то, средство такой народной корреспонденции. Это новости, это развлечения, это такие печатные, репродуктируемые листы, которые легко красить, которые очень легко раздать, они дешевые, для него они важны как смысл, очень глубокий, но передан очень простыми средствами. То есть художники вообще в это время задаются вопросом, а нужно ли им столько вкладывать в эту работу, если есть вещи, которые гораздо более примитивные, но в то же время они так легки. И поэтому, посмотрите, это работа Кандинского, причем довольно поздняя. Техника совершенно необыкновенная. Я о ней не знала, например, до того, как я увидела ее в Петербурге, этой зимой на выставке «Кандинские России». Это живопись маслом под стеклом. Берется стекло, на ней ты пишешь маслом, переворачиваешь, получается такая красивая картинка. Некоторые, растрескавшиеся от времени, выглядят как витражи. Здесь вы можете увидеть все важные для Кандинского образы. Лошадь, град старой русской архитектуры, и корабль для него тоже важен, и он часто использует в своих работах сюжеты всевозможные, в том числе мифологические. А это одна из важных вещей для него — яркая жизнь. И как она здесь известна, Бунтес-Лейбн. Посмотрите, как изменяется его манера на протяжении времени к вот такой интерпретации. У Кандинского абстракции — это не просто, как можно было бы сегодня совершенно дилетантски воспринять, некая мазня. У него это определенный язык, который он разрабатывает. Более того, для него каждый цвет имеет особое значение. А в дальнейшем он развивается очень стремительно, и он, я повторюсь, действительно был гений, потому что помимо того, что он работал как художник, он очень много писал. Он писал свои труды в основном на немецком языке, поэтому нам они чаще доступны в переводах, что удивительно. Ведь он приехал в Мюнхен в 30-летнем возрасте. Здесь он с Марком и с Мюнтер. А Мюнтер также была богатая дама, и они в Мурнау жили все в ее доме, который сейчас существует как музей, и называется Русенхаус — Дом русских. С Францем Марком, с которым они любили лошадей и всадников, как вы знаете, они создали альманах Лауэрайтер, который выставлялся в центре Мюнхена в галереи Тангаузер, ну, Тангаузер по-нашему. И в 1912 году была первая выставка, на которую мюнхенцы шли с опаской, говоря, что эти русские, их надо бояться. Они вообще наверняка революционеры, ведь они читают Достоевского. Действительно, альманах Синивсадник стал таким сборником, не только посвященным творчеству Кандинского и Марка, а вообще сбором всей Европы, всего самого современного искусства. Там был Матис и Пикассо, и те художники, они делали их доступными для Мюнхена, а галерея Тангаузера и Генрих Тангаузер, коллекционеры, человек с большим вкусом, это все поддерживал. На этом я заканчиваю свое сообщение. Спасибо большое, жду вопросов. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин